Всем привет! В эфире Нехта. В России за один день появился так называемый закон о фейках. Его подписал Путин. Российский парламент окончательно ввел военную цензуру без фактического объявления таковой. Закон предусматривает уголовную ответственность за любую информацию, которая отличается от официальной пропаганды и затрагивает действия российских военных, а также за призывы к санкциям. Заведомо ложная информация это данные о пленных, убитых, об обстрелах мирных жителей в Украине. А если такая информация еще и повлекла за собой тяжкие последствия, то можно присесть до 15 лет лагерей. То есть это касается всех новостных журналистов. А простым людям запретили даже выходить на антивоенные митинги, так как это дискредитация армии. То есть Путин начал закрывать людям глаза на происходящее и будет продвигать только пропаганду, которая рассказывает, что в Украине проходит спецоперация по деноцификации. И мирное здание не расстреливают, а бомбят только лишь военные. Путинmeye быстро! Усеня быстро! ****** пожилым ****** тупо стреляют конечно там и не было никого они сразу оттуда ушли они в нашем ****** ****** ты такое видел ****** также по российским телеканалам рассказывают что военных там чуть ли не с хлебом соли встречают как освободителей помним мы это в польше в 39-м ****** ****** ****** ****** ****** ****** и пока пропагандоны вовсю выдумывают сказки про кремлевские палачи закрывают независимые СМИ та же травоядная которые ничего особо вредного для режима и не публиковали под волну репрессии попали эхо Москвы, Дождь, Медуза, BBC, Deutsche Welle, Bloomberg, CNN, CBS новую газету заставили отказаться от ряда публикаций никакого нарушения закона не было это даже собственно говоря свидетельствует и письмо генпрокуратуры в Газпром медиа более того раскрою вам государственную тайну надеюсь не буду привлечен за госизмену генпрокуратура не требовала отключения эхо Москвы это первое значит естественно мы будем это оспаривать в суде собственно и само письмо генпрокуратуры и решение о Газпром медиа я вам напомню что 34 процента акций эхо принадлежит частным лицам они скорее всего удивлены таким решением ликвидации их актива это если говорить об экономической истории пойдут в суды что касается политического решения понятно что она принималась не в Газпроме понятно что даже по тому письму которое сделала генпрокуратура видно было что она делала на скорую руку мы приняли для себя решение что мы временно приостанавливаем работу телеканала хочу сказать слово временно очень важное в этом нам нужно силы немножко и время чтобы как бы выдохнуть и понять как работать дальше а правда в том что кроме небольшого количества ньюсрумов в стране новостную работу делать больше некому и душить свободу слова начали уже давно с 2012 года ввели понятие некоммерческой организации а с 2017 стали присваивать статус инагента то есть если сми получила финансирование из-за рубежа например донаты то признавалась чуть ли не шпионом и всячески ограничивалась в деятельности но самое трагичное это убийство журналистов в том числе новые газеты за последние 22 года было совершено как минимум 12 покушений многие не выжили сейчас роскомнадзор блокирует твиттера фейсбук ограничивать скорость ютуба и даже рассматривает его полное выключение а многие эксперты допускают вариант что россия ведет полное закрытие от международной сети то есть как в северной корее тем более уже пару лет кремль прилагает к этому активные усилия что ж будет интересно посмотреть как все российские блогеры пойдут работать на завод хорошо а что в итоге получается москве не нужна правда нужны только зомбированной пропагандой умы он уже ушел кто ушел нет он не уходил еще он никогда не уйдет он наведет божественный порядок ибо он и призван сюда он и призван сюда для того чтобы вот ну это не простой человек тогда можно будет вливать еще больше чуши и творить полное беззаконие преподнося как освобождение мира от нацистов фашистов и прочей нечисти путин хочет бить русский мир в головы россиян а те с радостью и дальше будут за него голосовать наша сегодняшняя акция демонстрирует единство и поддержку действий президента российской федерации в нашей стране тем кто ее защищает и тем кого защищают но в двадцать первом веке правду не скрыть даже в одной известной антиутопии преступление мыслям то есть правда всегда становилась явью и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, это катастрофа, всемирная А мы жертвы агрессии И мы как мученики попадем в рай А они просто сдохнут Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят вокруг Поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях призыв остановить войну Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне! Субтитры сделал DimaTorzok